Всем доброе утро, друзья! Мы возвращаемся к следующему эпизоду. Сегодня опять у нас подводная охота. Я с Сартачом на новой локации возле знаменитого отеля Rixos Sun Gate. Здесь между двумя отелями есть проход к морю. Вот такой вот волнорез. Вдоль него мы будем выплывать. Что заметил с самого утра? Достаточно большая волна, но под берегом очень мутная вода. Надеемся, что мы отплывем подальше и все будет хорошо. Здесь место, как говорил Сартач, рыбное. Как будет сегодня, конечно же, никто не знает, но я думаю, как обычно у нас должно все получиться. Приятного просмотра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Обратите внимание, Сартач с помощью нёба пытается симитировать звук, который произносит Карангс. Также очень часто наносит удары рукояткой арбалета об твердую поверхность или об камни. Как он мне сказал, что именно эти звуки привлекают внимание большого хищника. Я сначала не мог понять, каким образом, но когда проверил лично, очень удивился. И вот наглядный пример. Сартач наносит удары рукояткой арбалета об твердую поверхность и спустя несколько секунд к нему подплывает достаточно большой хищник. После того, как наносишь удары рукояткой об камень, большой хищник разворачивается и подплывает к тебе. Чем именно этот звук привлекает его, пока что я не понял. Но это точно работает. И вот первая рыбка есть. Это был достаточно неплохой амберджек. Поднялся очень сильный ветер, поэтому наша рыбалка накрылась медным тазом. Сильные волны сносят просто и ветром, и волнами в сторону вода мутная, поэтому ловить совсем некомфортно и ничего не видно. Было принято решение не терять времени отправиться в город покушать турецких вкусняшек. Кишки, да? Кишки, кишки. Кишки, это сайтми. Да. В общем, суть этого бутерброда в том, что это как шаурма, только шаверма, шаверма. Только вместо мяса используются кишки. Вот прям рулон намотанных кишок, они жарятся и потом режутся в вашу булку и что-то наподобие нашей шавермы. Просто жареные кишки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok 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 В общем, ситуация следующая. Пока мы ждали нашу Корречь, нам сказали подождать 15-30 минут, а мы решили выйти на пляж, немножко скупнуться и, конечно же, взяли с собой маску, нырнули. И там столько рыбы. Здесь нету волн на этом пляже совсем. И очень много, достаточно крупной рыбы. За все дни, когда мы здесь ныряли, снимали видео, такого мы не видели. Очень много крупной кипали. Был один Big Eye Traveler. Это GT, только большеглазый. В общем, что? Сейчас перекусим, и я надеюсь, у нас хватит времени нырнуть где-то рядом с этим пляжем, где уже разрешают и попытаться все-таки что-то поймать. Балгарстанный, как и речь. Честно, если бы мне не сказали, что это кишки, в жизни бы я не подумал. Очень вкусно. У них, как у китайцев, безрасходное производство. Никогда бы не подумал, что с кишок можно делать такой деликатес. Турки очень любят это блюдо. Меня совсем не смущает, что это кишки. Вкусно, очень вкусно. Внутри нету ничего, ни перца, ни салата. Подается, как обычно, традиционным турецким острым перчиком. Пойдет. Жирное. Там попадаются кусочки такие жирные. Мне очень нравится. Обязательно будете в Турции, попробуйте какоречь, но очень много уличного какореча. Он недостаточно качественный и делается неспонятно с каких кишок, как мне объясняли. Очень важно их правильно почистить и приготовить. Поэтому мне посоветовали какоречь. Какой имя? Алсан? Алсым. Какоречь? Измир кокоречь. Алсым-Уста. Алсым-Уста. Короче, посмотрите, я снимал видео снаружи. Видно логотип. Очень важно именно в эту сеть обращаться. И говорят, что там, что здесь самый правильный какореч. Всем приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok Опять методика сработала. Нанес несколько ударов рукояткой и небольшая стая сибаса уже подплывает к тебе. Этот шанс упускать нельзя. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok В этот раз удалось попасть в серебристого спара или еще знакомого вам как Дорадо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Этот молодой Сибас был загнан в тупик, но мы решили подарить ему второй шанс. Дима Торзок Снова наносим удары и наше действие привлекает внимание небольшой барракуды. Которая оказалась быстрее, чем стрела нашего арбалета. Эта охота выдалась достаточно рыбной, но мне еще учиться и учиться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok